ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Лексус отзывает в России кроссоверы NX. Речь идет о более чем двухстах автомобилях, реализованных дилерами с середины января этого года. Винкоды опубликованы на сайте Росстандарта. В качестве причины указываются возможные проблемы с передними амортизаторами. Есть вероятность, что опоры для них были некачественно приварены. Если отзывную кампанию проигнорировать, предупреждают специалисты, рано или поздно можно столкнуться с разрушением элементов подвески. ТРАССА СТО ОДИН Страховщики зафиксировали резкий рост краш автомобильных комплектующих, колес, колпаков колес, фар, зеркал заднего вида и других. С начала этого года таких случаев стало больше почти наполовину. Пик пришелся на март и апрель. Специалисты связывают это с дефицитом новых запчастей и ростом спроса на бывшие в употреблении более дешевые детали. Чаще всего жертвами автомобильных воров становятся жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Татарстана. ТРАССА СТО ОДИН Хавейл начал принимать заказы на новый кроссовер Дарго, однако при этом стоимость новинки на сайте компании не указана. Самый дешевый Хавейл Джолион обойдется минимум в 2 миллиона 179 тысяч рублей, а самый дорогой, рамный веледорожник H9, минимум почти в 4 миллиона 400 тысяч. Полноприводный Дарго оснащен 2-литровым бензиновым мотором мощностью 192 лошадиные силы, трансмиссия, 7-ступенчатый робот. В списке оборудования адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, рейлинги, панорамная крыша, система распознавания пешеходов, светодиодные фары. ТРАССА СТО ОДИН Знаменитая марка мотоциклов Минск, снова в почете. Модель Минск ГУСЬ-400 по данным портала Автору является сейчас в России самой востребованной среди новых байков. Агрегат представляет собой копию Хонда ХР-400. Делают его в Китае, а в Белоруссии только приклеивают шильдики. Средняя стоимость мотоцикла около 300 тысяч рублей. На втором и третьем местах находится продукция BMW с ценником более 3 миллиона рублей. Среди поддержанных байков наиболее популярны Ява, Ямаха, Ишпланета, Хонда и Урал. ТРАССА СТО ОДИН Интернет-пользователи заметили первое объявление о продаже поддержанного российского премиального седана Аурус Сенат. Ценник 47 миллионов рублей. Продавец пишет, что машина с пробегом всего 2000 километров находится в хорошем состоянии. Укомплектована авто гибридным двигателем мощностью 600 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Среди их удобств – многозонный климат-контроль, невмоподвеска, адаптивный круиз-контроль, сидения с электрорегулировками, камеры кругового обзора. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН